Вот такую я сшила кофточку, это нитка, очень простой и очень красочкой. Сейчас я хотела подробнее вам рассказать. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы вам сделать обзор кофточки трикотажной, которую я сама сшила совсем недавно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это профессиональное шитье и крой. Я только учусь и я не претендую на то, чтобы там кому-то, кого-то учить, как шить. Это только лишь для себя. И я решила поменять гардероб. В основном гардероб, конечно, повседневный, потому что я живу в деревне, и ходить особенно куда-то на праздники нам не удается. Поэтому хотя бы, чтобы выглядеть дома прилично, я вот поставила перед собой такую цель. Кофточка-то яркая, красивая. Купила я и материал в нашей тверской группе ВКонтакте. И было там всего метр семнадцать сантиметров. Конечно, это маловато, поэтому я все остатки ткани извела. Все, что только можно. Рукав. Крой у меня очень простой. Это цельнокровенный рукав. Здесь у меня посредине шов, сзади тоже шов. Вот, как вы видите, здесь немного я, конечно, подиспортила. Розы очень крупные. И я не рассчитала, что придется разрезать эти розы, потому что спинка у меня шла вдоль сгиба ткани, а потому как у меня длинный рукав, то уже полочка вдоль сгиба не шла, и мне пришлось сделать ее по краю. И когда я сделала по краю, уже посмотрела, что здесь розы подрезаны. Ну, я вставила вот такой шнурок, и я думаю, что, как бы, эти черные ленты, они немного закроют эти разрезы. По низу я сделала вот такую планку, ну, потому что у меня не хватало ткани полностью на всю длину, и в то же время я немножко ее присборила, для того, чтобы, ну, было красивее. Вот такую сделала я выкройку. Сама выстраивала, сама все вычисляла. Это очень просто, если у вас есть интернет, сейчас очень много всяких каналов, ну, не очень много, но есть каналы, где можно поучиться, как кроить, причем кройка очень простая. В советское время у нас наоборот, кройка была очень сложная, выкраили всякие сложные модели, потому что ткани в основном были не ахтикайки, и за счет вот этой кройки изделие смотрелось хорошо. А сейчас ткани красивые много, и большой, и там какая-то сложной какой-то выкройки здесь не требуется. Вот я сделала во весь рост вот такую выкройку. Ну, и теперь можно пользоваться, можно делать и платье, и верхнюю какую-то одежду, ну, конечно, делать прибавки. И это очень удобно. Когда я начинала шить, я пользовалась, так сказать, у меня вдохновение, дал вот этот пуловер. Вот, посмотрите, это бурда 2011-2019 года, и здесь вот, конечно, это не совсем то, но во всяком случае, вот эти ленты, воротник, то я взяла отсюда. Воротник по-другому я сделать не могла, потому что воротник толстый, сам футер очень толстый, я его шила, чтобы ездить на торговлю, чтобы не замерзнуть, но и выглядеть более-менее прилично. Вот, и кроме этого, можно было только вставить или резинку, молнию, или же вот сделать вот на таких завязках. Конечно, завязки я, ну, наверное, не буду завязывать, а может быть, когда-то холодно я и завяжу. Это больше для красоты, ну, и, как я говорила, прикрыть вот эти резаные розы. Здесь я все швы обработала трикотажным швом, его называют еще оверлочным. У меня специальная есть лапка, которая для трикотажа очень хорошо. Вот, не тянется, оверлока у меня нет. Рукава я обделала вот такой вот, таким швом. Этот шов называется трехступенчатый. Мне он очень нравится, он не дает, швы не расширяются, и в то же время получается очень красиво. Этим швом я обработала вот здесь вот, это край воротника, чтобы он не загибался. Киперной ленты у меня не было, чтобы здесь сделать киперную ленту. Вот я сделала так. И здесь вот я обработала вот этим вот швом. Все я отутюжила, разутюжила. Вот. И такую сшила кофточку себе для поездки на торговлю. Хочу пожелать всем начать заниматься шитьем, потому что, ну, во-первых, мы на пенсии или перед пенсией. Фигура у нас нестандартная, и купить что-то в магазине для нас, это большая проблема. Во-вторых, те, кто живет в сельской местности, это еще одна проблема, что мы не можем выехать и там обойти все магазины, и померить все, или попасть под привоз. Вот. И в-третьих, конечно, сейчас я говорю, что очень можно групп много, где можно заказать более-менее подешевле ткань, ну, которую не жалко будет, если мы испортим, то выкинуть или извести на какие-то тряпки. Поэтому я всем хочу пожелать, чтобы мы занимались шитьем. Потом еще я говорила, что это успокоение для души в наше тяжелое, сложное время. Ну, вот и все, что я вам хотела рассказать. Шейте, радуйте сами себя. Всего вам доброго. С вами была Бабка Пчеловодка.